Дорогие друзья, безусловно, наш Стэм будет про любовь, про искреннюю любовь русского мужичка к своему гаражу. Здравствуйте! Ну, наконец-то! Подай пассатижи! О! Извините, вы хозяин гаража? Я. Я представитель немецкого автоконцерна. Мы хотим построить вместо вашего гаражного кооператива завод. И вот все уже продали, остались только вы. Мы предлагаем вам... Мой гараж не продаётся. Подождите, но зачем он вам? У вас даже машины нет. Чё это нету-то? Есть? Сейчас лёд сойдёт, я её достану из озера. Но сейчас же ноябрь. Блин, опять не успел. Послушайте, мы предлагать вам 100 тысяч евро. Сядь. Пей. Пробуй ещё раз. Ситуация такая. Вот так понятно. Вы русские невыносимы. Ой-ой-ой. Чем это вы, немцы лучше, чем мы? Хотя бы тем, что продаём хорошие машины. Хорошую машину любой дурак продаст. Ты нашу попробуй продай. Давай, между первой и второй. Не буду я больше пить. У тебя чё, линия жизни по локоть? Пей, говорю. Не буду. Ну, как хочешь. Слушай, а хочешь, я тебе гараж просто так отдам? Как это? Ну, ты человек азартный. Да, конечно. Давай, раньше меня до стены добежишь, гараж твой обещаю. Я согласен. На старт. Внимание. Марш! Я победил? Ага. Сигареты на обратном пути захвати, чемпион. Вы же обещали. Я же не клялся. Послушайте, а как я могу быть уверен, что я разговариваю с хозяином гаража? Можно какие-то документы взглянуть? Да, можно. Вон паспорт в хлебнице лежит. А почему напротив фамилии написано «дебил»? А, это я ручкой ради смеха написал. Так-то я не дебил. Мужик, я тебя умоляю, продай гараж. Ну, хорошо. Руку поцелуешь, продам. Ничего я не буду целовать, опять обманешь. На этот раз клянусь. Подпишись здесь. Да, сейчас. Ты же поклялся. Ну, я же не обещал. Послушайте, может, дело в сумме? Мы предлагаем 200 тысяч. Это ничего не изменит. Мы предлагаем такие деньги за эту бетонную коробку. Что? Бетонную коробку? Да тебе, иностранцу в жизни, не понять, что такое для мужика русского гараж. У меня здесь вся жизнь прошла. Я даже курить здесь начал. Ну, формально не здесь. Тот гараж сгорел. Но на его месте я построил новый. А ты сейчас у меня не гараж купить хочешь. Ты у меня хочешь забрать воспоминания. Вспоминания. 300 тысяч. Нет. 400. Нет. 500 тысяч. Да нет же. Миллион. Слушай, я тебе в этой бессмысленной игре все равно не нужен. Ты продолжай, а я с людьми поговорю. 2 миллиона. Ну что ж, уважаемые. 3 миллиона. Собственно, о чем мы хотели сказать? 4 миллиона. Каждый волен выбирать сам. 5. 5? Да. Нет. 100 миллионов. А вот здесь стоп. Свой гараж я так и не продал. И по сей день этим очень горжусь. Но когда об этом услышала моя жена Люба, вот тогда любовь была действительно зла. Мать-стоп!